Президент Зеленский за эти дни в интервью CBC сказал, что переговоры возможны, если Украина сможет вернуться к границам 2022 года. Наблюдая за позицией президента Зеленского, можно сказать, что вот сейчас она немножко трансформировалась. Здесь не стоит искать какой-то зрады для украинского зрителя, здесь просто президент Зеленский говорит о том, что он считает, что Путин будет готов к диалогу, если украинские войска смогут вернуться к границам 2022 года. Я бы здесь заочно поспорила с президентом Зеленским. Я понимаю, что он как топ-политик, топ-дипломат Украины вынужден говорить некие такие наивные вещи, но я более чем уверена, что Россия ни к чему не готова более, потому что все окружение Путина, оно уже поставлено перед фактом либо так, либо никак. Для самого Путина там неким образом даже вернуться на 2022 год, позиции 2022 года – это проигрыш. Ну и, конечно, мы никуда не денемся от россиян, которые кто-то напичкан, кто-то зазомбирован, ну а кто-то, да, от 400 тысяч условных семей похоронили своих преступников в украинских черноземах, им тоже, наверное, в какой-то момент станет интересно, а зачем все это. Но, тем не менее, давайте так, у нас будет точка отсчета – это изменение заявления Зеленского, ну и готовность к диалогу со стороны Российской Федерации. Мне кажется, что мы уже отошли от точки невозврата. Смотрите, я думаю, что это заявление он сделал после визита Салливана в Киев, и, скорее всего, там шел какой-то диалог по поводу нужной переговоры, не нужную, как их проводить, как соотносить с Швейцарией и ожидаемыми переговорами по формуле мира Зеленского. Сейчас Китай выступил с инициативой проведения конференции. Ну, она так как-то совсем выглядит странно, потому что только с Россией. А тогда что вы свои 12 пунктов публиковали на годовщину войны в феврале, где первым пунктом стоит международное право? Вы как его собираетесь игнорировать или что, закрыть на него глаза? Вот как вы собираетесь проводить международную конференцию с участием России? И что? Что обсуждать? Вы базово выбираете международное право для того, чтобы как инструмент, устраивающий все стороны, там, и прямых игроков, и гривых игроков, непосредственно стороны конфликта. То есть здесь есть, конечно, лукавство во всем этом. Но я думаю, что он кинул косточку. Там Зеленский сказал, что да, мы можем даже не ставить условия отхода к границе в 91-м году, давайте в 92-м. И он это сказал, понимая, что Путин на это не согласен. То есть он может там что-то звякнуть по поводу возможности переговоров с учетом отхода к границе в феврале 2020 года, но он не собирается не только говорить о границах февраля, вариантов февраля 2020 года, но в принципе о границах Украины с центральной Украиной, с правобережной Украиной, с западной Украиной и так далее. Ему нужна вся Украина. И вот это понимание, и вот эта позиция должна оставаться общей. Понимание того, что они хотят захвата всей Украины. Да они об этом открыто говорят. Послушайте, что говорят х***ные зведи. Да не только он. То есть по существу своему это предлог. Начало переговоров. Вот мы их продавили. Вот они уже торгуются. Понимаете? Пять стадий принятия. А уже торгуются. Вот скоро согласятся после депрессника. То есть это, безусловно, накладывается на ситуацию с отсутствием поставок нужного количества боеприпасов, вооружений, средств, которые позволяли бы Украине твёрдо вести оборонную тактику, стратегию, позиции, которые Украина имеет на сегодня. На фронте я имею в виду. Это, конечно, фоном идёт. Потому что, ну, согласитесь, когда к вам приезжает главный спонсор и говорит о том, что надо как-то что-то сказать, чтобы сделать знак о том, что мы готовы к переговорам, а то, знаете, вот в апреле должны обсуждать, а вот чёрт его знает, примут, не примут в Конгрессе, в Палате представителей решение о выделении 6 миллиардов. Ну, а что должен делать Зеленский в такой ситуации? Ну, вот поставим себя на его место. Хотя дело неблагодарное, садиться на такое место, но в принципе, а что ему делать? Я больше склонен думать, что пока это шарканье такое взаимное, оно нужно для того, чтобы создать некую публичную предпосылку для возможности действовать вот этой группе внутри американской администрации, там Салливан, Бёрс и ряд других. Там ещё мне несколько фамилий один человек назвал, я не знал, что они такие, но более низкого уровня. Поэтому так вроде как уже Зеленский заявляет такое, ну, типа, уже у американской стороны появляется возможность на дистанции разговаривать с Путиным и его окружением, что вот смотрите, мы шаги навстречу делаем. А какие делает навстречу шаги публично или не публично Путин? У меня простой вопрос, это же элементарный лакмус. Почему бы Москве со своей стороны, значит, не скорректировать ряд пунктов, которые Москва раз за разом озвучит? Ну, под демилитаризацией, там ещё почему-то. Ну, пусть озвучат это. Скажут, ну, слушайте, мы готовы рассматривать вопрос, что Украине, например, нельзя запрещать вступать в Евросоюз. Или НАТО. Что-то мы не слышим со стороны России, что они готовы соблюдать суверенитет Украины в этой части. А почему? Это что, запрещено? Или международное право запрещает Украине вступать куда хочешь? Кстати, это положение Конституции Украины. Поэтому я рассматриваю заявление вот такого рода, и вот сейчас Зеленского, только исключительно как результат давления на украинскую власть. и, наверное, ещё открутят туда-сюда, понимаете? Так что я бы не придавал большого значения сейчас этим заявлением, но, во всяком случае, пока Москва не отреагирует вот так же, как говорится, в пандан, значит, что-нибудь тоже не заявит такого, что а мы вот тоже готовы уступить что-то. Ну, интересно будет послушать. Давайте поглядим. Субтитры создавал DimaTorzok